Один из участников этого боя произвел впечатление даже на 9-кратного чемпиона мира по кикбоксингу Вячеслава Тисленко. Хорошая работа в стойке, сильные удары акцентированные. Это нравится не только узкому кругу, всем нравится. Но о ком говорит Вячеслав? О молодом и перспективном бойце ММА? Сломал мне 7 боев, все выиграл. И чемпион Европы, ну, среди молодежи поймал. Или о его сопернике, за плечами которого первые места в трех чемпионатах Азии по кикбоксингу. Первый раз в 2000 году чемпионом Адрии. Это было в Тиргизе. Потом в 2003. Так кто же из них сильнее? Об этом мы узнаем из второй серии проекта. СПБ Файтерс. Кость в кость. Кость в кость. За победу в самом жестком сезоне СПБ Файтерс кость в кость вышли биться 8 бойцов. Один из них, Данила Приказа, уже покинул проект. Он оказался слабее чемпиона Белоруссии под зюдо, самбо и карате Максима Пугачева. Отличный был бой. В лучших традициях ММА. Ударка была такая жесткая, хлесткая. Парни подрались. Прямо подрались. И все это было красиво, изящно. Оба спортсмена сражались за победу до последнего. Поэтому даже после того, как судьи вынесли окончательный вердикт, вокруг ринга не утихали споры. Что лучше? Ударная техника Данилы? Или работа в партере Максима Пугачева? Да, может быть оппонент был более точным в ударной технике. И даже где-то более зрелищным, объективным. Но все-таки коэффициент полезного действия был у победителя выше. Поэтому чуть-чуть, но я бы вообще их сразу дал, если была такая возможность. Да, это был равный бой. Но победителем, как известно, может стать только один. Покинуть проект придется и кому-то из участников второго четвертьфинального боя. При том, что в ринге сойдутся два спортсмена, которых многие считают главными претендентами на победу в проекте. Здесь большой нерв. Причем потому, что это как бы два фаворита. Ну, для меня и вообще для многих, в принципе. Два фаворита, которые встретились в первом же круге. И у них, конечно, есть определенный класс. Там все другое. Цена ошибки принципиально другая. Будущее первого участника боя, Марифа Пираева, казалось, было предрешено с самого рождения. Ведь он сын бойца ММА Тельмана Пираева. Когда Марифу исполнилось 13 лет, отец отдал его в школу бокса. Несмотря на это, он неоднозначно относится к спортивной карьере сына. Либо учись, либо тренируйся. Или когда злой говорит, оставь все это учись. Сам Мариф свою цель обозначил четко. И у всех драться. Лучшая организация в мире. И судя по оценкам экспертов, у Марифа есть все шансы для осуществления своей мечты. Марифа тоже потенциальная звезда. Но он сейчас выступает, насколько я знаю, в промоушене Fight Night. На счету молодого и амбициозного Марифа уже 7 побед. И пока ни одного поражения. Но сможет ли он противостоять такому опытному сопернику, как Даварбек Исаков? Я с 5 лет тренируюсь. Вначале тейквондо, потом бокс. Ну и соответственно совместил бокс, тейквондо, кикбоксингом занимался. Стал первый раз в 2000 году чемпионом Азии. Это было в Киргизии. Потом в 2003-м. В Китае, в Пекине. Чемпионат Азии среди мужиков уже 18 лет выиграл. Потом в 2008 году в Таиланде. Ради продолжения своей спортивной карьеры Бек покинул свою родину и переехал в Россию. Так как в Узбекистане не было такого возможности выступать по военным справам, потому что у нас официально нет этого. Бек старше своего соперника на 8 лет. И считает, что это даст ему серьезное преимущество в бою. 28, 27, до 30 лет я считаю, что самый расцвет сил. Кости крепнут. Да, может быть, другие бойцы будут более подвижнее. Но действительно ли Мариф подвижнее своего соперника? Мастер-класс с Александром Большаковым поставил этот вопрос под сомнение. Чуть-чуть скорости не хватало. Может быть, то, что не разогреты, не знаю. Или чуть-чуть, может быть, непривычно ему. Не знаю, не выспался, скорости маловато. Попросил работать побыстрее, что-то не получилось. Итак, на стороне Бека Исакова опыт и нокаутирующие удары. Казалось бы, победа у него в кармане, но есть один нюанс. Бег – классический ударник. И борьба в партере – его слабое место. В то время как Мариф… Универсал полностью борется, бьет, все делает. Я стараюсь как в стойке работать, так и в партере. Ну, разнообразно стараюсь. Нет, чтобы там чисто вот ударка и борьбы нет. Ну, разнообразие, там, на грэпплинг хожу и к своему тренеру, там, на смешанную. Так есть ли в бою шанс у чистого ударника? Или будущее ММА безраздельно принадлежит универсальным бойцам? Об этом вы узнаете после рекламного блока наших партнеров. Я тренируюсь и побеждаю в экипировке Fight Point. Продолжение следует... Ну что ж, а сегодня в выпуске на ринг выйдут Мариф Пираев и Исаков Довербек. А это значит, что вы смотрите вторую серию проекта SPB Fighters. Кость в кость. И на ринг вызываются в синем углу Мариф Пираев! А его соперник в красном углу ринга будет боец из Узбекистана. Довербек Исаков! Итак, второй четвертьфинальный бой стартовал. Комментировать его для вас будет один из лучших тренеров Петербурга по ММА Анатолий Винтовкин и чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков. Лукик хороший, хлесткий. Ну оба хорошие ударники. Ну это видно, да, я вчера с ребятами работал чуть-чуть. Да, расскажи в двух словах. Бег так поопытнее, конечно. Ручки у меня получше, но Мариф такие жесткие лукики. Он мне вчера приложил, пробил через защиту единственный кто. Хорошо. Так, как стоечки, я чувствую, будут двигаться пока. Хорошие луки. Ну достаточно уверенно себя чувствует, если начинает атаку с дальней руки. Что скажешь, Саша? Да, достаточно уверенно чувствует. Выше, жестом, подальше может бить. Не первая подача у нас в переднюю ногу. Да. Видит. Мариф видит удары, пока ничего такого. Одиночные удары пробивают. Серийной работы нет. Хорошо. Это было хорошо. Пытается вернуть обратно. Должок. Да, классическая ситуация. Вот, это хорошо было. Пытался, ручки на месте были, Марифа. Напряженный поединок. Напряженный, да. Зрители, посмотрите, как не болеют, молчат. Полная тишина. Ребята, пока не работают серийно. Вертушка. Ребята, пока левая ножка, хорошо. Молодцы, приятно видеть работу профессионалов. С некими тонкостями. Левая нога, хорошая, Марифа. Пока не прикладывал правый. Вот, пытался на колено его посадить. Ну да, используя небольшую разницу в росте, это можно сделать. Ох, как. Очень жесткий у него лукикер. Внутренний, да, сейчас особенно такой. Понятное дело, нужно было оплатить. Нужно, естественно. Пока не видим мы с вами никакой серийной работы. Да, ребята, бьют одиночные удары. Вот, решил партер пройти. Неожиданно. Хороший проход. Хороший, да. Но Мариф держит его в гарде. Сейчас будет, естественно, конечно, будет вязать ручки, закрывать ноги. Насколько я понимаю, на полу они себя чувствуют не менее уверенно, чем в стойке. Начинается классическая работа. Связывание, сковывание действий соперника. Отвисает на руках. Здесь нужно выпрямить спину, обойти ноги. Правой ручкой он немножко пытается чуть-чуть придержать ногу. Видимо, возможно, попытка захода на болевой прием. Все, все, не лезь, не лезь, папа. Победа, не лезь, папа. Стой, не лезь, стой. Просто отбивайся. Срывай, не лезь, папа. Стоп. Стойка. Переподымает бойцов в стойку сейчас. Продолжат ребята. Ну вот странно, что угловые не следят за временем. Конечно, в зале есть свой хронометрист, но бойцу нужно комментировать, сколько времени он отработал. Конечно, обязательно знать, где концовочка, когда можно где-то... Да, разложить свои силы, где-то взорваться, может быть. Удар по защите, ничего. Ничего серьезного я не представлял. Вот хороший лоу-кик. Очень жестко бьет, очень жестко рвает ногу. Я даже немножко и встал, так ножка сейчас почувствовала. Вот, внутренне. Да, да. А про мельчего было. Да. Ну, это в угоду зрелищности, мне кажется, было больше сделано. Больше для зрителей. Ну, сегодня зрители интересные. Я вижу Камила Гаджиева в зале. Все, все, так надо работать до конца. Отработай. На турнир. Да, да, работай, не давай. Отработай, и все. Мы сейчас его комментарии слышали как раз. Давай, давай, продолжи. Отработай, давай. Да, 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 работай. Спину выстреми, спину выстреми и пробей. Спину выстреми. Напряженная тишина в зале. Стоп! Вот закончен первый раунд. Первый раунд был настолько напряженным, что прошел практически в полной тишине. В этом нет ничего странного, ведь согласитесь, что в зрелищности этим бойцам не откажешь. Ну, а что же нас ждет во втором раунде? Второй раунд начался. Каждый получил свое указание от угловых. Посмотрим, насколько они будут реализовывать. Жестко сушить ногу. Вот ребята вообще не блокируются. Я заметил все вчера. Все, все, все. Что-то готовит Доварбек, что-то готовит. Ну, конечно, да. Твои мысли, Саша, какое-то встречное движение. Доварбек? Да. А он, да, что-то готовит. Может быть, все опять попытается в парте провести. Несколько попаданий. Вот Марин пришел сам. Молодец. Позиционная борьба. Вот сайт контрол. Сейчас будет отключать ручку. Молодец. Молодец. Разбрасывает по фронтам. Корпус, голова, голова, корпус. Разнообразно работает. Затушиться этого положения невозможно. Тому, кто находится в гарде. Для этого надо обладать большой физической силой. Не знаю, как греко-римский борец. Потому что соперник любые усилия ваши стянет ногами вниз. Стоп. Так, вот. Просит. Тайм-аус. Да, что-то он там остановил. Привлек внимание с людей. Молодец. Вспомнил про локти. Ну, здесь надо выпрямлять спину, конечно. Надо выпрямлять спину для того, чтобы нанести амплитудный удар, чтобы руки не ввязли в защите соперника. Метро, не угол. Стоп. Врач. Ну, я думаю, что он в состоянии продолжить будет. Ну, конечно. Еще серьезного там нет. Надо больше работать на сечку. Ну, так вот он и услышал, как будто локоть полетел еще раз. Молодец. Очень, конечно, концентрированно он вкидывает. Видно, что проведена подготовительная работа. Попытка была на руку выйти. Даже изнутри прихватил бедро. Доварбек хотел довернуться, видимо, на висячку, так называемый, на рычажочек. Попытка треугольника сброшена. Молодец. Молодец. Молодец, увидел попытку подняться. Доварбека сразу вернулся к нему. Ну, от удары по корпусу видно, что они такие больше намечающие были, чтобы отлечь ее по голове. Постоянно работают, постоянно накидывают, идут удары, постоянно. В отличие от предыдущей пары, которые очень много в партере отлежали времени, но надо реализовывать то, чтобы нарабатывалось долгое время на тренировках. Это не та ситуация. Здесь нужно выложиться, конечно. Вот как раз ему рекомендуют его угловые, что нужно выпрямить спину. Во-первых, амплитуда удара будет другая, и соперник не в состоянии так вязать. А во-вторых, это чисто психологически давлеет над оппонентом, находящимся снизу. Ну вот, увлекся, уморив ударами руками. Проводиховопаданий нет, серьезных. Ну вот, нам не очень хорошо видно отсюда. Закрыл оператор обзор. Но, насколько я понимаю, там идет попытка... Да, он хочет забрать ручку на болевой. Гонг спасает ситуацию. Итак, вторым участником полуфинала проекта «Кость в кость» стал... Марив Пираев! Синий угол! Ну что ж, если ты умеешь считать, то ты знаешь, что два – это сразу после одного. А значит, это еще только-только начало. Не теряйся, смотри на ютубе, видимся вконтакте, ты все помнишь. Дальше у нас третий выпуск. Ох, будет горячо! И вот второй бой проекта закончен. По очкам победу одерживает Марив Пираев. А его соперник, Бек Исаков, несмотря на поражение, подтвердил свой статус бойца, умеющего делать красивые бои. Он всегда бьется, выходит. И поэтому и мы его приглашаем, и другие промоушены его с удовольствием видят. Ну, невзирая на все его рекорды, да, как бы. Все знают, что это будет бой. Один из самых, наверное, зрелищных бойцов Санкт-Петербурга, и человек, которому тотально просто не везет либо на соперников, либо у него снова что-то не получается. Он выходит, показывает просто шикарный бой и проигрывает, проигрывает, проигрывает. Он мог выиграть этот бой. Не хватило функционалки. Потому что в втором раунде он уже сдулся. Мариф уже добивал. Но, несмотря на свою победу, Марифу нельзя расслабляться, ведь впереди его ждет полуфинальный бой, где он может столкнуться с более удачливым соперником. Да и для того, чтобы стать чемпионом UFC, ему стоит прислушаться к напутствию экспертов. В UFC для того, чтобы бойцы бились и не залеживали друг друга в партере, не уходили от боя, были введены даже специально бонусы. 50 тысяч долларов получает боец, который покажет лучший болевой, лучший нокаут, лучший бой вечера. Людям хочется увидеть зрелище, потому что все-таки наш вид спорта, он нацелен именно на массы. То есть тот продукт, который должны получить зрители, это должен быть такой взрыв, это должны быть эмоции, это должны быть бескомпромиссные поединки, поэтому надо работать. Но пока, чтобы мечты о UFC не остались просто мечтами, Марифу предстоит пройти еще одно испытание – полуфинальный бой пятого сезона «СПБ Файтерс». А кто станет его соперником, мы узнаем из следующей серии проекта «СПБ Файтерс. Кость в кость». Первый участник боя – Роман Магомедов – заслужил одну из самых высоких оценок Александра Большакова. Роман порадовал. Хороший, да, техник. Ручки на месте. Работает просто грамотно. На данный момент я сказал, что здесь, ребята, был лучше. Но сможет ли он противостоять напору парня, который целиком посвятил себя спорту? А как вы считаете, кто станет победителем третьего четвертьфинального боя? Уже знакомое имя Маноми для вас, а это значит, что мы разыгрываем еще один приз для правильно угадавшего раунд и победителя следующего выпуска. Разыгрываем на этот раз кроссовки Nike, и подробнее об этом супер-призе расскажет Никита. Никита, тебе слово. Nike Free 5.0. Универсальные кроссовочки также подходят для активного отдыха, для фитнеса. Специальные прорези подошли позволяют стопе двигаться более естественным образом. Моделька стала в этом году крайне популярной. Многим она нравится. Приходите к нам в Маноме, всегда будем рады. Ну а для тех, кому лень ходить, можно сделать по-другому. Эти кроссовки могут стать вашими, если вы правильно назовете раунд и имя победителя следующей серии. Для этого заходите в нашу группу ВКонтакте vk.com.slash.spbfighters либо на одноименный канал на ютубе SPB Fighters. Там оставляйте свое мнение. Вы сами определяете свою судьбу. Они могут стать вашими, могут не вашими. Главное угадать. Желаем удачи. Вот это вот спорт в вашу жизнь мы принесем, если вы угадаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok